физкульт привет друзья и ученики вы не раз уже слышали как я хаю в хвост и в гриву критикую современную фитнес бизнес индустрию кто-то считает по делу кто-то не очень но друзья то что происходит каждый более-менее здравомыслящий видит и может оценить недавно кстати в инстаграм девочка мне написала в комментарии что занимается уже пять лет и как-то появилась новая девочка у них такая не очень худенькая скажем мягко говоря тренер ее гонял на кардио как всегда это принято по часу до тренировки сама тренировка проходила лежа сидя в тренажерах естественно ни разу она не приседала естественно никаких тягах речь не шла и через какое-то время баба баба эта девочка становится тренером и у вас еще могут возникать вопросы откуда берется вся эта хрень которая сейчас творится фитнес индустрии вы все смотрите приколы инстаграм на youtube очень много сейчас выкладываются приколов из тренажерного зала в америке есть такая сеть довольно таки распространенная сеть по всем штатам планет фитнес и и легко очень узнать если вы видите что тренажеры такие фиолетовые а стены сиреневые это говорит о том что вы видите ролик из планет фитнес и кстати я специально обращаю на это внимание в основном все вот эти дебилы которые появляются в видеороликах они прямиком оттуда из этого зала в этом зале раз в неделю дают пончики то есть вы приходите на тренировку можете жрать пончики нельзя в этом зале кричать пыхтеть то есть тренироваться усердно нельзя во многих залах сети даже стоит шумоулавливатели если вдруг вы создаете больше определенного шума вас просто выгоняют из сети этого зала очень много приколов там нету серьезных весов там по моему даже 20 килограмм гантели не в каждом зале вы понимаете да кто туда ходит как туда ходят заниматься нельзя приходить с большой бутылкой воды вы видели здесь галлонами же вода продается американцы ходят с такими большими бутылями в этот клуб вас таким бутылем не пустят но последняя новость просто убила эта сеть законодательно на всех своих залах сети неважно вы же понимаете то что владелец не один а разные люди владеют залами просто покупая франшизу так вот если вы владеете залом планет фитнес вы больше не имеете права ставить стойку для приседаний нужно кому-то что-то еще объяснять где что как и откуда берется но вы будете шокированы почему это запретили в америке до много доходит до маразма и это один из тех случаев запретили по той простой причине что человек который приседает может оскорблять этим самым какого-нибудь жирного идиота который в этот момент лежит в тренажере понимаете вообще просто настолько идиотизм уже фитнес индустрии что даже комментировать вообще невозможно саму ситуацию нет чтобы учить людей приседать делать тяги мне тоже многие пишут ну как же ведь нужно сначала поработать в тренажере чтобы укрепить мышцы чтобы укрепить связки люди ладно если речь идет о мышцах но связки в тренажерах не укрепляются наоборот расслабляются и невозможно тренируя как-то отдельным сегментом каждую мышцу потом научиться грамотно приседать либо делать ту же становую тягу это будет еще более сложно чем начать это делать сразу и разницы нет просто нужно быть идиотом чтобы к примеру сразу же своего ученика на большие веса загонять ведь обучать приседу как и любому другому сложно функциональному движению необходимо либо вообще без веса либо с бодибаром либо с обучающим грифом у нас есть гриф и в зале вот по 2 килограмма и даже это можно делать просто с палкой от швабры в конце концов но кому из тренеров особенно если это тренер как из комментария который он только что рассказал который сам никогда не приседал кому охота тратить свое время свои силы ведь гораздо легче погонять человека по тренажер чекам а если вы не знали вообще тренажеры придуманы и в конце концов изобретены для больных людей для реабилитации для тех кто не может делать те или иные упражнения со штангой или без нее с гантелями неважно везде если вы видите что спортсмен с большого спорта с любого работает в тренажере это говорит о том что он проходит курс реабилитации после той или иной травмы но весь большой спорт занимается со штангой занимается с гантелями так называемым раз функциональным тренингом и ни один тренер не загонит человека в тренажер чтобы он исключал из работы мышцы стабилизаторы все другие мышцы ассистенты которые работают в движениях по той простой причине что нелепо налаживать связи в организме на одну только мышцу ведь мозг приучается происходят связи между мозгом и мышцей а если вы не знаете то вы должны знать что мышца обратно мозгу тоже посылает сигнал и если вы начинаете учить обучать человека приседанием тягом сразу то ему гораздо легче освоить это движение нежели в если вы будете его загонять на сгибание разгибания да даже нажим ногами гораздо легче обучиться всему с нуля это знаете как гораздо легче построить дом чем примеру переделывать его не зря говорят там ремонт хуже пожара или переезд я уж не помню но смысл в том что переделывать переобучать всегда всегда более трудозатратно и по времени и функционально всегда помните об этом если вдруг вам какой-то умник говорит что сначала нужно поработать в тренажерах попробуйте сказать это тренерам тяжелой атлетики чужие человека сразу загоняете под штанг пусть он у вас сначала там разгибания поделать в тренажере когда молчишь умнее кажешься это как раз таки вот данная ситуация поэтому друзья если у вас есть какие-то приколы тоже связанные с этим либо присылайте мне видео будем их выставлять или пишите в комментариях так что увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока